всем привет вы на канале против лома перед началом этого ролика сразу у вас призываю подписаться на канал подпишитесь все равно смотрите все равно заходите давайте поактивнее вот вы спросите сразу что это за книга передо мной сейчас я вам объясню это чуть чуть попозже но сначала сегодня пойдет речь о моем ближайшем кенте дружане дружище виталике и канал виталика ангелина значит как было заявлено в названии и на обложке то что виталик закрывает в общем свой канал это мне было передано из достоверных источников в общем то что он переходит на яндекс дзен не на рутюб а именно на яндекс цен потому что в принципе как бы рутюб он еще не совсем адаптирован скажем так для зрителя но что здесь важно понимать это наверное последний ролик про виталика почему потому что я как бы не собираюсь на дзен переходите вот и поэтому вот такая информация мне пришла сегодня от человека то что есть из достоверных источников то что виталик уходит с youtube не знаю будет он удалять канал или нет это уже как бы на его усмотрение и досмотрите ролик до конца потому что сейчас я вам дальше расскажу о страшном диагнозе виталика и вот эта книга мне как раз понадобится для этого вот здесь источники как бы достоверные по поводу того что на цену переходит смотрел его канал на дзене скажем так в общем все те же самые ролики он перезаливает туда мы как бы поэтому он и призывает людей переходить туда вот и поэтому у него и на ютюбе уже ролики редко выходит потому что все он как бы будет заканчивать в общем съемки своим на ютюбе она дзене продолжит значит так по поводу вот этой книги и по поводу виталиковского диагноза это я сделал глубочайший анализ посмотрел стримы посидел трое суток в общем не спал смотрел стримы смотрел видео разбирался что же в общем что же он скрывает и я догадался и для этого я перелопатил много литературы раз я посидел библиотеке почитал поднял архивные данные посмотрел энциклопедии которые не дают на руки вот два книжка вот и в общем это все я изучил почему столько долго и роликов не было на канале я изучал искал какие-то источники информации заплатил некоторым людям чтобы они меня проконсультировали и да и действительно выяснилось что виталика очень страшный диагноз возможно это как и как как ты повлияло на то что он уходит с ютюба возможно то что поэтому он редко стал ролики снимать вот ну в общем что то происходит я в общем провел расследование очень сложное и значит вот специально для этого медицинский справочник для фельдшеров я взял медицинский справочник для фельдшеров и значит какого года он издательство медицина ленинградское отделение 1971 года значит 50 51 год справочнику он еле дышит но значит переходим к диагнозу напишите в комментариях сразу что вы думаете по поводу того что виталик закрывает youtube удалит он канал не удалит оставит мне кажется он оставит ну как бы зачем удалять просто не будет туда ролики заливать вот и напишите сразу комментарий по поводу его заболевания которым я вам сейчас скажу я даже вам зачитаю из этого справочника так во первых это психические заболевания относятся глава 8 нет извините глава 9 психические болезни доктор медицинских наук т.н. морозова вот а да еще сейчас я вам скажу редакторы обязательно под редакцией члена корреспондента академии министерств а.м.н. ссср профессор профессора шабанова а.м. издательство 13 исправленное дополненное это обязательно все переходим к диагнозу виталика значит глава 9 писал доктор медицинских наук морозова это женщина но тем не мнение это не меняет люди умные ерунды не напишут открываем я уже заложил закладку основные формы психических заболеваний еще раз повторяю это лично мое мнение это лично я провел это лично мое мнение как бы я ничего никого никогда не призываю но я провел анализ по стримам по видео по всем поговорил с людьми показал посмотрели что-то как-то разобрали и пришли к решению значит вот что у него есть скорее всего алкоголизм хронический болезненные изменения психики с соматического состояния связаны с патологическим пристрастием к алкоголю вот пишут у больных отмечается измененная реакция на алкоголь возникает стремление повышать дозы на стримах особенно с его там дружком вот этим вот зубастым после опьянения развивается синдром похмелья это что то он он с утра видели вы его вообще с утра когда он похмелье естественно психические изменения при хроническом алкоголизме многообразны и характеризуется явлением астении понижением работоспособности но когда он с буду на он и не работает как раз неуверенностью в себе чувством неполноценности повышенной истощаемостью но он вот худой все на лицо выявляются эмоциональные нарушения неустойчивость настроения есть есть раздражительность есть есть гневливость есть есть он меня нахуй посылал три раза на своих стримах вот и не только меня он там всех посылал понимаете можете посмотреть он всех посылал на три веселых буквы то есть но вместе со своим дружком зубастым сидели и поливали всех идите на идите на идите на гневливость далее развивается апатия но это я виталика не держу зла и прощаю потому что он мой дружанин мы вообще как-то коллеги должны друг друга поддерживать далее развивается апатия сужение круга интересов есть есть безразличие к собственной судьбе и жизни близких и наряду с этим грубость ну вот по что игры игра эгоизм склонность к аморальным поступкам агрессии а дружок его так тому же вообще аморальные поступки ну вы понимаете про кого я говорю про конюха там уже аморальное все агрессии это тоже есть что у одного что у второго я про конюха говорю при длительном течении хронического алкоголизма развивается деградация личности эмоциональное огрубение снижение памяти эйфория склонность к плоским шуткам как особенного их удружка конюха что ли скажет и ржется над собой плоские шутки не критич не критичное отношение к своему состоянию течение хронического алкоголизма длительное наблюдается на протяжении ряда лет психическим нарушением присоединяется соматически развивается физическая слабость возникает раннее постарение ну вот это есть кстати появлю сами задать вопрос выглядит виталик на 34 года или может на 44 деятельность сейчас сейчас появляется головокружение головная боль боли в ногах нарушается сердечная деятельность вот он же сердце проверял кстати недавно вот развивается токсичные эти токсические гастриты и гепатиты поэтому он что-то есть что-то не ест вот видите там питание у него не все подходит из неврологических симптомов отмечается тремор оживление сухожильных рефлексов вегетативная дистония вот и посмотрите диагноз хронического алкоголизма становится на основании длительного употребления алкоголя с потерей самоконтроля наличие синдрома похмелья и тенденции к опохмелению а также признаков алкогольной деградации личности анамнез больного необходимо дополнять объективными сведениями с работы и с места жительства видите лечение хронического алкоголизма ну очень там траляля тополя проводится в амбулаторных условиях в наркологическом кабинете психоневрологического диспансера и в стационаре вот такая вот история ну и там дальше пошли алкогольные психозы белая горячка о белая горячка алкогольный галлюцинос корсаковский психоз давайте вот белая горячка это чтобы понять к чему это может привести развивается на фоне абстиненции как правило при наличии добавочных вредностей вредности понимаете характеризуется нарушением сна деле риозным такие назвать термины помрачением сознания помимо психические явления наблюдается соматические расстройства повышение температуры тела тахиокардия падение артериального давления тремор особенность особенно кистей тремор ну тремор это вот трясучка я вам переведу с медицинского термин тремор этого трясется руки видите особенно кистей при белой горячки видели алкоголиком походит трясутся руки вот это вот тремор потливость диспепсия белая горячка начинается с наплыва галлюцинаций в ночное время по мере развития психоза галлюцинации приобретает сценоподобный характер становится устрашающими и фантаст и фантастическими поведение больного отражается отражает его участие в галлюцинаторной ситуации то есть в глюках он участвует помрачение сознания наблюдается и в дневное время течение заболевание острое продолжается несколько дней и заканчивается выходом из болезненного состояния с неполными воспоминаниями вот такая вот история ну вот лечение больные подлежат срочной госпитализации в психиатрическую больницу должны находиться на постельном режиме под круглосуточным наблюдением купирование белой горячей проводится применением дезин токсикационных средств высоких доз витаминов b1 b6 никотиновой кислоты сердечных сердечных аминозина никотиновой кислоты сердечных и аминозина вот такая вот история напишите в комментариях что думаете вы по этому поводу подпишитесь на канал лайкните обязательно будьте на youtube канале против лома всем спасибо распространить этот ролик подписка комментарий лайк репост все спасибо всем пока